здравствуйте друзья у нас в студии новый гость представляйтесь анечка не крутимся значит вы как давно в америке четыре года приехали откуда приехала из киева и живу на гавайях да вы гавайская прямо как там после киева на гавайях то как потеплее будет потеплее а вот влажность нет влажность влажность и привыкаешь тяжелее потом приезжать в калифорнию тут сухо правда я когда приезжаю на гавайях как бабах влажностью прям в аэропорту привыкаете хорошо у вас по моему военнослужащий до супруг так вот прямо здесь моряк моряк субмарины то есть вы прямо живете в перл-харбор это военская часть всего мне казалось там прилично 40 минут а по-моему вот я помню на гавайях там как-то нельзя быстро ездить там чуть ли не 35 миль ограничения что-то или 40 я бы так не сказала я бы сказала что в принципе нет таких правил как вот в калифорнии на хайваях то есть если ты там едешь 30 30 километров в час либо ты едешь 60 километров в час никого это не волнует потому что ехать как хочешь то есть никто не регулирует это хавайян тайм называется always late always lazy ну то есть расслабушно там весьма скажем весьма слушайте а вот в этническом плане ну вот там нет там и народу из индии из мексики там или как инди нет но есть зато азия есть очень много китая и японцы приезжают очень часто а так что вот местные жили вот кто там живет именно живет из местных да но коренных гавайцев ну вот у нас тут живут люди из мексики из индии живут много из китая там вот мы живем в калифорнии все газозаправки владельцы газозаправки в калифорнии это индусы на гавайях владельцы газозаправок это у нас корейцы хорошо теперь такой вопрос вы работали там что-то делали или так просто я была менеджером да вы что а чего менеджером по продажам занимались женским платьем красивые платья такие летние летние платья гавайские платья открытые хорошо так образование ваше какое закончила по коллапру бизнес административе в Киеве а как вы я извиняюсь военнослужащего этого нашли я была джейуанкой в Америке два раза до того как переехала сюда жить то есть work and travel work and travel дано три месяца последний раз когда я уже была в Америке последний раз когда была джейуанкой мы познакомились с моим мужем а вы были на Гавайях с ним познакомились мы познакомились с ним в Коннектикуте у меня джоб-офер был в Коннектику мы познакомились там и потом я уехала в Украину заканчивать бакалавра так а он ждал он ждал он покорно ждал потом закончила бакалавра приехала сюда то есть он оценил фактически так сказать что вот надо ждать такую девушку наверное а мама вам что сказала ну вы знаете единственный ребенок в семье вот и мне очень многие друзья задают этот вопрос но на самом деле родители наверное они должны поощрять они должны давать вам право выбирать свою собственную жизнь они видели в вашем Украине знакомы? да да мой муж приезжал в Украину как зовут муж да? приезжал знакомиться Кевина Кевина но он такой крупный? нет такой небольшой солдатик такой мурячок мурячок да хорошо ну а к нам то вы как попали? мне позвонили причем я очень долго думала что мне нужно менять сферу деятельности очень долго думала а у вас ведь такой менеджерский вполне я думаю вы там хорошо смотрелись вот с платьями там да да мне поэтому пора привыкать уже немного к другой роли сейчас я еще это акклиматизация значит да я очень долго думала как бы поменять вообще где я работаю и чем я занимаюсь и потом вот как-то мне позвонил один мой друг а потом через несколько дней мне позвонил второй друг и оба они друг друга не зная сказали мне об одной и той же школе я подумала это знак вот если вы верите в знаки ну не без этого не без этого окей так вы пошли что посмотрели на веб-сайте или как? я посмотрела на веб-сайт причем у меня в Сан-Хосе очень много друзей живет я позвонила им узнала от них в принципе мне сказали что школа хорошая что не знают людей которые закончили что среди их друзей есть люди которые ее закончили то есть вы так исследования произвели? ну конечно конечно а я понял вы же молоденькая вы привыкли все на интернете это в нашем поколении люди так они не так молодые? не столько по интернету сколько наверное по знакомым мне повезло мне повезло мне много друзей здесь хорошо а не секрет вот сколько вам годиков так я вижу что молоденькая 25 ну молоденькая хорошо уже пора пора что? уже пора зарабатывать денежку? да конечно конечно ну хорошо теперь все таки вы живете на Гавайях муж служит там на Гавайях то есть а какой план? ну вот допустим вы выучились и ну то есть это просто дальше скажем на практику пошли в компанию это тоже просто ну то есть ему может там не просто пока вы тут вот но допустим вот вы выучились и и дальше чего? на Гавайях то я сомневаюсь чтоб там что-то было ну и дальше либо либо мы находим что-то на Гавайях либо мы будем думать как переезжать сюда как бы уже сюда перевезли а он такой как бы профессиональный военный то есть у него? да но он контрактник то есть он по контракту работает ну сколько его контракт еще? все четыре года то есть он именно с погонами он такой именно военный военный то есть он не гражданский привлеченный а именно с воинским званием там? одно другого не касается одно другого не касается американская армия чуть другая там погоню не носят если у тебя есть высшее образование ты становишься офицером автоматически если у тебя нет высшего образования они тебе дают там способы закончить и получить его и стать офицером Но, по большому счёту, когда ты, они все контрактники, то есть либо ты работаешь по своей воле, либо тебя призвали, но ты можешь выбирать место, где ты будешь работать. То есть им раз-два года, раз-вод. Но просто есть гражданский персонал привлечённый. То есть он не гражданский привлечённый, а он именно в американской армии не так уже много. То есть он именно военный? Да. То есть он не может в любой момент там куда-то идти, сказать, пойду-ка я на гражданку. Да, в любой момент нет, но им предоставляют опцию дислокации. То есть они могут переезжать и получать контракты в других штатах. То есть он может, например, переехать, вот в Сан-Диего базах есть, да? Да-да, мы думали об этом. Про Сан-Диего? У меня муж занимается дайвингом, он хочет Калифорнию тоже. Ныряльщик? Да. То есть с аквалангом каким-нибудь? Да-да-да. А вы не переживаете за него? Он уже получил три сертификата и хочет ещё один. Вам не страшно вот так? Все-таки муж? Почему? Ну как-то опасно. А я люблю скайдайвинг. А я занимаюсь скайдайвингом. То есть вы, извиняюсь, с парашютом прыгаете? С парашютом прыгаю. И в Украине занималась парасейлингом до этого, поэтому нет. То есть вы тоже рисковая такая? Да-да. Да. А он как не переживает, что вы там прыгаете откуда-то, с неба? Нет. Почему? Ну если так судьбе, ну если судьбе вот так вот надо, значит вот так вот. Да, что один дыряет, другой с парашютом прыгает. Значит вот так оно и должно быть. То есть вы продолжаете на Гавайях прыгать? Да. На Гавайях пришло очень красиво прыгать. Очень красиво. Да. Нигде так не прыгаешь. Да. Что-то у нас таких прыгучек-то еще не было. Ну ладно. Хорошо. Так вы учитесь под то, чтобы потом куда-нибудь переехать? Конечно. А вот какой диапазон что ли вот есть? Ну хорошо, Сан-Диего, мы поняли. А так что вот не пустыня никакая, а вот так вот где люди живут? Есть такие места, где населенные? А Сан-Диего вообще не пустыня. Там очень красиво. О, Сан-Диего рай земной. Я говорю, кроме Сан-Диего. Можно рассматривать множество вариантов. Все будет зависеть от того, какие будет internship, где и что и как. Нет, но internship-то здесь, это понятно. Насколько это будет все далеко. Никто же не знает, после internship я могу пойти на работу и остаться в той же компании. Так сколько вы у нас тут уже в школе? Месяц. Подружки завелись? И подружки, и друзья. Мы все вместе делаем тест-кейсы. То есть вы дружите на почве, так сказать, производительного труда? Ну да, это больше такой коллективный туп. Это неплохо. Слушайте, а вот все-таки с позиции как бы смены профессии, вот там с продажи платьев на вот такую странную работу, как там тест-кейсы писать, баг-репорты писать, изучать требования, это такая, ну как сказать, смена болезненная или натуральная? Ничего страшного. Вы знаете, это когда вы из зоны комфорта заходите в зону некомфорта. И вы себя узнаете, кто вы на самом деле. Так. И вот вы застыкаетесь с новыми трудностями. И вот каждый раз вот ты вот как будто едешь на машине, да, и вот ты вот видишь, вот какой следующий барьер. И вот ты вот думаешь, ты его преодолеешь или не преодолеешь, и все. Ну то есть ничего. Тем более с парашютом. Мне кажется, это интересно, это познавательно. Мне кажется, каждому человеку нужно попробовать. Я не раз делала такие рывки в своей маленькой жизни. Я же молоденькая, мне 25. Да. Вы уже успели рывковать. И я вам скажу, мне больше, мне больше нравился результат, нежели нет. Ну хорошо. То есть вы как бы видите себя в профессии там? Я очень, на самом деле еще с самой школы у меня были дополнительные занятия по дизайну, веб-дизайну. И я никак, ну мои родители меня вбили комплекс о том, что ничего не могло, и что в математике я полной ноль, и что если я хочу быть с компьютерами связана, что мне понадобится математика. Я почему-то поверила и пошла, закончила бакалавр на менеджера. А вот сейчас думаю, наверное, все-таки надо было не слушать родителей, идти куда я хотела идти. Потому что, по большому счету, эти знания мне сейчас пригодились. Слушайте, но вы на самом деле можете очень легко скомбинировать, потому что на самом деле пройдет пару лет, и вы запросто можете оказаться менеджером, ну там по тестерам. Как бы, если жилка такая есть менеджерская, то есть как-то вам это, у вас это получается, идет... Жилка конечно. Тестеров тоже менеджер надо. Жилка конечно. Но все зависит от того, сколько времени потеряно. Ничего не потеряно. И сколько времени можно было... Ты же совершенно ничего не потеряно, даже и не думать на это. И так ты входишь в зону некомфорта, выходишь из нее, потом опять в зоне некомфорта. А у вас тут машинка есть или вы так на общественном транспорте? Машинка... машинка есть. Здесь? То есть вам кто-то дал что ли машинку? Мне нашли друзья машинку, но я пока все еще сдаю на права успешно. Подождите, а на Гавайях? Я вот только что получила пермит. У вас не было права? Понимаете, на Гавайях нам не нужна машина. Раз? А, машина не нужна. Нам не нужна машина. А, вы-то не ездите 40 минут? Я не езжу, у меня работа в Гонолулу, я на велосипеде, экологический транспорт, не загрязняем, окружающую среду. Слушайте, а вот в Айкеки, допустим, вы из Гонолул ездите в Айкеки или вам это далеко? В Айкеки находится в Гонолулу. Ну, там будет пол сайта. Это считается туристический там в Гонолулу. Да. Ну хорошо, вот вы туда в Айкеки ходите, там шоппинг? Я там и работаю, по большому счету. Там и работаю. То есть вы японцам в основном обслуживаете. Я, знаете, как-то там вот улица, я не помню, такое название, похоже на финское, на неподготовленный слух, но такая самая главная торговая улица. И в Айкеки. И я хотел себе куртку кожаную купить. Думаю, уже сколько стоит, столько стоит. Как раз порвал куртку, где-то зацепил, только куплю классную куртку, все. И хожу, хожу, и самое большое, на меня нет размера, там сам большой ларч в одном месте есть. Не нарезает. Я говорю, что же вы торгуете тут так? И мне говорит, Japanese shop, Americans not shop. И вот так я и уехал оттуда без куртки. У вас тоже так платят, кто покупал? Ну, причем, вы знаете, мне кажется, магазин, в котором вы были, это китайский магазин. Потому что в японском магазине вы никогда, вас никогда не будут так обслуживать. То есть в японском магазине они сделают все для того, чтобы удовлетворить своего клиента. Так нету. Они вам заказали бы, они бы нашли способ. Даже так? Ну, я не знаю, в общем. Я переехала на Гавайи, открыла для себя Азию, открыла для себя насколько у людей много манер, насколько они умеют правильно вести с гостями, с своими друзьями. Такие протокольные такие? Да, да, да. То есть вы добрались тоже? Серьезные. Я съездила, ну, пока я жила на Гавайях, я съездила в Таиланд, я съездила в Гонконг, я открыла для себя Азию. Так, а в Японии не доехала? Я поступила как там. В Японию не доехала, к сожалению, но... Вот вы как девушка из Киева, вы так советуете людям жить, например, на Гавайях? Потому что у нас там очень мало наших соотечественников. То ли потому, что с Рамбулы? 10 тысяч русских живет на Гавайях, поэтому это неправда, что у нас мало. Но единственное, что Гавайи это, наверное, не самое лучшее место для людей, которые хотели бы развиваться. Единственное, что у нас развито, у нас развиты банки из-за того, что Гавайи это Hawaiian Pacific region. Ну да, Азианы делают транзакции через американские банки. Да, то есть там проходят вот эти вот транзакции и все по большому счету. Вот эти 10 тысяч русских, которых вы упомянули, у меня такое ощущение, что это не люди с грин-картой, а это значительная часть из них, это люди по студенческим, визам нелегалы, там еще что-то. То есть там такой легитимной миграции мало из того, что я предал. Вы знаете, времена меняются. То есть народ сдвижется потихоньку туда? Времена меняются, остаются студентами, остаются как угодно, по большому счету. Каждый, знаете, каждый день сам разбирается. По себе, да. Да, сам разбирается, что и как, и почему. Но официально, по официальным данным у нас 10 тысяч, и там просто нечем заниматься. Там нечем заниматься. А чем занимаются эти 10 тысяч? Ну, кто чем, кто машинами, в основном все в ритейле. А, ну там говля, конечно, там туризм. И гостиницы, нет? Когда ты, понимаете, наша русская ментальность, там русская, украинская, вот все вот эти люди, которые вышли из Советского Союза, да. Да. Нас на семье учили. Ты заканчиваешь школу, ты идешь в университет. Да. Ты получаешь бакалавра, ты получаешь магистра, ты дальше становишься человеком. Жизнь сделана. То есть, я могу на своем примере привести, да, я закончила бакалавр, я приехала на Гавайи, и я не знаю, что делать со своим бакалавром. То есть, ваша работа в ритейле, она не связана была с тем, что там нужно образовать? Моя позиция в компании была не связана с тем, что у меня есть образование. Она была связана с тем, что я долго работала. А там же есть громадные отели, громадные, там есть Ридс Карлфтон, там есть бог знает что, там же громадные системы. Нет? В ритейле такого может быть нет, но... Да, но у нас, например, нет такой развитой университетской комьюнити, например. То есть, у нас очень много студентов, они в основном все интернешнл. Ну да. И, по большому счету, вот для того, чтобы... Вот молодому человеку вот нужно развиваться как-то, да. Вот ты приезжаешь в Бостон. Да. В Массачусетс. Ты чувствуешь эту атмосферу, ты чувствуешь вокруг тебя вот эти люди, в которых вот что-то бурлит, у них куча идей. Гарольд ел. Да-да-да. Нью Хевен ель, например. Ты едешь туда, там другая атмосфера, люди совсем по-другому себя ведут, они вот... Вот они чем-то живут, понимаете? Они не живут там едой, питьем и спаньем. Они живут какими-то идеями. А мы не живем идеями на гвах. То есть, по большому счету, одна большая идея на гвах – пойти посерфить. Ну, это у вас лично? Или все серфают? Не-не, все серфают, все серфают. У нас всегда хорошая погода, ты каждый день просыпаешься, у тебя солнце, тебе ничего не надо. Тебе кажется, что все... Курорт такой. Да, всю жизнь удалась. Окей. А говорят, вот там дорого все, это правда? Вот жилье дорогое? Это правда, но по сравнению с силиконовой долиной, с силиконовой долиной будет дороже. Здорово дороже или так примерно? В разы. В два? Если говорить о real estate, в два раза дороже. А вот рент, вот снять квартиру? В два раза дороже. То есть, грубо говоря, на Гавайях там за 700-800 долларов можно снять в 1-bedroom? Да. В Гонолулу. В Гонолулу. Можно студию снять, можно даже в Айкете и снять. За такие идеи. Если повезет. Хорошо. А с точки зрения вот все-таки все привозное, еда привозная, напитки привозные там, ну дороже это, вот скажем, в сейфлей пойти на Гавайях или в сейфлей пойти здесь, в той же сейфлей магазин? Да. Там дороже еда. Здорово, да? То есть, кушать хорошо, это дорого. Ну, а население в целом, вот все-таки ритейл, там же много не заработаешь или как? Вот как люди живут? Если еда дорогая, там получают они, допустим, мало. Вот скажем, в Афлориде получают мало, но там и жизнь дешевая. У людей по несколько работ. Вот как они живут. То есть, крутиться надо? Либо по несколько работ, либо они военные, у которых скидки везде. Так. Ну, либо они студенты, все вместе снимают двухкомнатную квартиру и пока выживают как могут. Ну хорошо, а вот нет островного синдрома? Говорят, люди на островах живут, у них какой-то синдром. Вот в чем состоит, как чувствуется островной синдром? Потому что знаешь каждый кустик или что? Я не могу говорить за всех, но я могу на своем примере. Вы знаете, я когда сажусь в самолет, я вот выхожу из этого самолета и я где-нибудь в Нью-Йорке, либо я где-нибудь в Калифорнии, либо я где-нибудь на Мейнленде. Да. Я выхожу из самолета и я вот так вот вдыхаю на полные легкие и мне просто вот хорошо. Большая земля. То есть вы чувствуете именно, что как-то вы зажаты там, да? Ну мы очень далеко от всех находимся. То есть для меня, если мне поехать познакомить, ну поехать увидеть моих родителей, мне лететь два дня. То есть мои родители живут в Киеве, из Ганаула в Киев, получается два дня, а через Азию они перелеты не делают, если ты сам себе не пакуешь через Азию. То есть ты можешь сделать там до Сеула, либо там даже до Коконка, а потом дальше в Киев. Но ты это уже сам пакуешь отдельно. То есть как дефолт они выдают рейс в Каналулу в Нью-Йорке. Я понял. А теперь такой вопрос, но вы уже сколько лет замужем-то? Четыре. У вас Гринкарта есть? То есть вы можете путешествовать сколько хочешь? Ну, гражданство положено через годик, да? Или как? Я могу уже сейчас подавать, я не знаю. Ага. А, ну да, если вы замужем за американца, можете раньше, да? Вам не надо пять лет ждать. А вы не подали Ченградом? Я еще не подала, я еще не знаю. Вас могут принять буржуинство? Посмотрим, посмотрим. А братья и сестры есть? А нет, вы сказали, что вы единственные у родителей. Ну конечно, маме ты вот так растишь-растишь. Еще родители молодые, немусь. Ну они не говорят, эх, плюнем на все, поедем на Гавайи там. Родители хотели. Я даже маме, я даже маму отправила на английские курсы. В лотере они играют сейчас? Мама не решилась. В лотере они играют. Почему? В моей семье никогда не было целью выехать из страны. Потому что мы хорошо жили в Украине тоже. И я тоже никогда не думала, что я окажусь в Америке. И когда я оказалась в Америке, для меня это было большое открытие. Но против сердца не попрешь. Ты знаешь как, ты увидел в Бог, что это хорошо. Так? Не так, но в основном люди планируют, люди к чему-то идут, люди вот чего-то хотят. Ты себе хоть как-то обрисовываешь будущее. Я не обрисовывала будущее, потому что у меня была очень хорошая работа в Украине. Мне и не нужно было. Ну как бы, как вам сказать, знаете, не по надобности. А вот. Вообще. Требовано. Ну, значит так случилось. Нет, так хорошо случилось. Хорошо случилось. Хорошо случилось. Я служу в Силиконовой долине. Так. Да, а сейчас вообще как это? Сейчас поменяю себе профессию. И наконец-то займусь тем, чего так боялась. Боялась? Боялась. Боялась себя попробовать, наверное. Ну, вы вышли как бы за пределы той комфорт зон, теперь будете в пределах новой комфорт зоны. Хорошо. Значит, давайте мы тогда вас поблагодарим за содержательную беседу. Вот. И у нас такая традиция, значит, правой рукой так вот помахать всем. Правой рукой. Ну, так вот в кадре. И сказать всем привет. Всем привет. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok